Девочки, начинаем нашу планерку. Иру и Дашу я поздравляю с выходом из отпуска, с новыми силами. Снимаем много разных интересных конструкций. У Иры по плану снимаем сюжет о шоколаде. Марин, ты, значит, у нас проясновидней сейчас снимаешь сюжет. Даша, ты что снимаешь? Даша! Эй, Даша! Даш, отпуск закончился. Какой сюжет снимаешь, дорогая моя? Ну, наверное, наверное, как сохранить загар. Хорошо. Действительно, пора собраться в кучу и с новыми силами в бой. А воспоминания о прекрасном путешествии будут только помогать в работе. Бронзовый загар будет моей музой. Сейчас только мы с тобой, благовещенец, разберемся, как его сохранить. Можно, конечно, пойти по простому пути и поддерживать свет автозагаром. Но дежурные простых путей не ищут. Питаться нужно правильно. В твой рацион должно входить максимальное количество фруктов и овощей. Они будут поддерживать хорошее состояние кожи. Выбирай продукты, богатые на витамины. Посмотри на меня, делай, как я. Смело клади в корзину шпинат, говяжью печень, молочные продукты, яйца, абрикосы. А еще обрати внимание на витамин А. С его помощью можно укреплять загар изнутри. Ищи его в помидорах, яичном желтке и морковке. Вкусно и полезно. Ищи витамин А не только в продуктах питания, но и в лосьонах и спрей для тела. Также можешь принимать витаминные комплексы внутрь. Если у пациентов есть заболевание желудочно-кишечного тракта, которое способствует замедлению всасывания витамина, или расход у пациентов большой, кто имеет большие физические нагрузки, тем дополнительно можно принимать витамина, которые содержатся в различных комплексах. В витаминных комплексах есть витамина. И есть отдельные витамина, которые выпускаются в капсулах, жирорастворимые витамина. Есть еще отличное народное средство для сохранения загара – маска из помидоров. Для ее приготовления тебе понадобится помидор, несколько столовых ложек творога, столовая ложка молока и чайная ложка растительного масла. Мякоть помидора и творог нужно подавить и залить маслом и молоком. Полученную смесь наноси на все тело или хотя бы на лицо и область декольте. Держи 15-20 минут. Солярий. Он нужен, но только до отпуска. А вот бежать за искусственным солнцем сразу же по возвращению не стоит. Ведь кожа и так, скорее всего, будет сухой. Поэтому дополнительный ультрафиолет повредит ее еще больше. Загорать в солярии можно только спустя пару недель, когда восстановится водный баланс кожи. Правильно питайся, увлажняй кожу и начинай мечтать о новом путешествии. А пока с новыми силами за работу. Всем как Дарья, дежурная по рубрике.